Добрый день, уважаемые дамы и господа! В рамках нашего сегодняшнего видеокурса мы постараемся рассказать вам, как компания Siemens видит решение задачи прослеживаемости для сборочных производств. Что такое задача прослеживаемости? Это в первую очередь решение вопроса повышения качества сборки. Итак, задача прослеживаемости стоит на трех основных китах, которые характеризуются тремя английскими словами – трейсинг, трекинг и мониторинг. Что это такое? Трекинг. Мы всегда знаем, где у нас находится каждый компонент, необходимый для сборки. Он на складе, он выдан со склада, он движется в производственную сбору, он прибыл на сборочный пост, он установлен на агрегат. Мониторинг. Мы не только знаем, где у нас находится каждый из компонентов, необходимых для сборки, но мы точно знаем, что с этим компонентом должно быть сделано в этот момент времени именно на этом сборочном посту. И более того, мы знаем, было ли проделано все, что требуется технологии сборочного производства, и было ли это проделано правильно. И, наконец, третья задача – это задача трейсинга. По-другому ее еще называют – отслеживание обратной генеалогии изделия. То есть мы можем в любой момент считать с изделия информацию о том, из чего это изделие состоит, какие компоненты были использованы при его сборке, и, что самое главное, мы можем проанализировать все технологические операции, которые были произведены при сборке данного изделия. Теперь давайте рассмотрим наш демонстрационный стенд, на котором мы продемонстрируем вам решение задачи прослеживаемости. Итак, перед вами модель сборочного производства, оснащенная радиочастотным считывателем компании Siemens. Это непосредственно сам блок считывателя, и у нас есть четыре антенны для считывания информации с радиочастотных меток, имитирующие четыре сборочных поста. Также у нас есть видеокамера, необходимая для видеоконтроля сборочных действий, и у нас с вами есть сканер штрих-кода для считывания информации, которая хранится не на радиочастотной метке, а хранится зашифрованной в виде линейного штрих-кода. И собирать мы с вами сегодня будем вот такой вот автомобиль. Каждая автомобильная рама снабжена радиочастотной меткой. На этой радиочастотной метке записан уникальный идентификатор самой рамы, и на эту же радиочастотную метку будет впоследствии записана информация о тех компонентах, которые будут на данную раму установлены, и о определенных технологических операциях, которые сопровождали этот процесс установки. Теперь давайте посмотрим на экран. На экране мы видим приложение, которое имитирует сразу три уровня систем автоматизации. На верхнем уровне мы видим с вами имитацию МЕС-системы, а именно суточно-сменное задание для цеха, которое должно быть выполнено. То есть мы видим, что сегодня нам с вами нужно собрать три автомобиля, у нас есть соответствующие номера рам, и соответствующие номера компонентов, которые должны быть установлены. А именно, мы должны установить на первом посту двигатель, на втором посту кабину, промаркированную штрих-кодом, на третьем посту кузов и на четвертом посту тент. Вот мы с вами видим аналогичные колонки в соответствующей таблице. Также от уровня МЕС мы имитируем склад. Мы видим, что на складе присутствуют все три рамы, и также мы видим все компоненты. Они также присутствуют на складе и готовы к производству. Дальше у нас идет уровень диспетчерского управления. Диспетчер имеет собственную таблицу сообщений, куда ему будут приходить все критически важные сообщения о протекании технологического процесса, и систему видеомониторинга, которая позволяет нам контролировать факт исполнения той или иной технологической операции и, возможно, ее качества. И, наконец, внизу у нас с вами есть четыре рабочих места для специалистов сборочного производства. То есть мы с вами видим четыре поста по установке двигателя, кабины, кузова и тента. Давайте теперь посмотрим непосредственно сам процесс сборки и как этому процессу сборки помогает задача прослеживаемости. В первую очередь, прежде чем мы начнем процесс сборки, соответствующие рабочие должны авторизоваться на своих рабочих местах. И они это делают с помощью специальной карточки, тоже построенной на методах радиочастотной датификации. Вот они сейчас приходят и авторизуются каждый на своем посту. Соответственно, у диспетчера появились сообщения о том, что рабочие заступили на пост, и мы можем приступать к процессу сборки. Итак, первая рама поступила у нас на пост номер один. Мы видим на экране, что у диспетчера подсветилась соответствующая ячейка. Он видит, какая рама сейчас находится в производстве и что с ней должно быть сделано. Аналогичная подсветка появилась и у рабочего, у которого, по сути дела, на экране декомпозиция суточно-сменного задания именно для его рабочего поста. То есть рабочий видит, что сейчас к нему пришла рама с номером 200, и он должен установить на нее двигатель с номером 201. Он нажимает кнопку «Начать», фиксируется время начала операции. Мы берем соответствующий двигатель, производим его установку, и рабочий завершает операцию. Обратите внимание, что в этот момент у диспетчера соответствующая ячейка посветилась зеленым, то есть мы видим, что операция завершена, диспетчер контролирует это, и также мы видим, что соответствующие детали списались со склада, то есть все, они уже ушли в производство. Давайте продолжим наш процесс сборки. Перемещаем раму на сборочный пост номер два, а на сборочный пост номер один приходит следующая рама. Итак, мы видим, что на сборочный пост номер один у нас пришла рама с номером 300, нам нужно установить на нее двигатель с номером 301. Начинаем выполнение операции, берем соответствующий двигатель, производим его установку, и завершаем операцию. А вот на сборочном посту номер два мы должны установить номерную кабину, поэтому мы, нажав кнопку начать операцию, должны произвести сканирование штрих-кода этой кабины для того, чтобы предотвратить неверную установку. И только после того, как мы произвели сканирование, мы делаем установку, и завершаем операцию. Передвигаем наши рамы по сборочным постам. У нас на пост номер один поступает последняя рама с нашего суточно-сменного задания. Мы видим, что это рама номер один. Значит, на посту номер один рабочий начинает установку. производит ее и завершает. На посту номер два нам нужно в очередной раз установить номерную кабину. И нам сейчас нужно установить кабину с номером 302. Мы начинаем установку. И вот сейчас я имитирую некорректную работу сборщика. То есть сейчас сборщик пытается поставить кабину несоответствующей спецификации. При попытке ее завершить, система выдает предупреждение о том, что операция некорректна. Таким образом, мы видим решение задачи мониторинга. Мы помогаем соблюдать корректно технологический процесс. у диспетчера в его окне сообщений появилось соответствующее сообщение. И только после того, как рабочий установит правильно сосканированную кабину, операция может быть завершена. на третьем посту мы устанавливаем кузов. Он у нас с вами безномерной. Контролируется исключительно начало и завершение операции. Производим перемещение. Мы видим, что на посту номер один суточное задание полностью выполнено. Рабочий завершил свою смену и может идти домой. Продолжаем выполнение наших операций. Значит, на посту номер два мы должны установить последнюю кабину с номером Т2. Производим сканирование. Завершаем операцию. На посту номер три устанавливаем очередной кузов. А на посту номер четыре устанавливаем последний компонент сборки ТЭНС. Начинаем операцию. Выполняем ее и завершаем. Таким образом, первый автомобиль у нас полностью собран и он ушел в зону контроля качества. Производим очередное перемещение. на посту номер три устанавливаем кузов. А вот на посту номер четыре мы должны установить очередной тент. И я в данный момент имитирую некорректную установку тента. Я ставлю его поперек. Не так, как положено. И предполагаем, что это никто не заметил. Рабочий отметил завершение операции. И машина с неверно установленным тентом ушла дальше в службу контроля качества. Делаем последнее перемещение. Устанавливаем последний тент. И завершаем сборочный процесс. Все. Все автомобили покинули линию сборки. Мы видим, что у рабочих все суточно-сменные задания выполнены. У диспетчера аналогичным образом отмечено выполнение всех компонентов суточно-сменного задания. На складе мы видим ничего нет. Все детали со склада списались. То есть все практически хорошо, за исключением вот этой вот машины, которая у нас ушла с неверно установленным тентом. Она пришла в зону контроля качества, которая также снабжена радиочастотным считывателем. Вот в нашем случае пусть это будет пост номер 4. и инженер по контролю качества видит, что тент установлен неправильно. Его задача понять, в чем проблема. Это связано с неверным подбором компонентов, то есть тент не того номера, который требовался бы по спецификации, или это связано с некорректными действиями сборщика. Для этих целей у нас разработано отдельное приложение. вот сейчас вы увидите на экране. В первую очередь, что делает инженер по контролю качества? Он с радиочастотной метки считывает электронный паспорт изделия, в котором записана вся предыстория сборки данного изделия, как компонентный состав, так и технологические операции, и те люди, которые данные операции выполняли. Значит, в первую очередь, инженер смотрит. Судя по номерам, все верно. То есть, на данную машину был установлен тот самый тент, который требовался согласно спецификации. Значит, скорее всего, проблема, связанная с установкой, это проблема некорректных действий сборщика. Он видит, что тент у нас устанавливал сборщик Петров, и для того, чтобы проконтролировать, насколько качественно он его делал, он имеет возможность воспользоваться услугой сохраненной видеозаписи. Мы нажимаем на кнопочку просмотр видео, и у нас появляется возможность посмотреть сборку именно этого компонента. То есть, мы имеем возможность запустить видео, и убедиться, как был установлен данный тент. То есть, вот сейчас мы на экране видим, что, да, действительно, рабочий Петров некорректно установил тент на данную машину. Таким образом, мы с вами сейчас познакомились с еще одним аспектом задачи трейсинга. То есть, когда мы отслеживаем генеалогию нашего изделия, мы можем сохранить в этой генеалогии не только компонентный состав самого изделия, но и в том числе видеофрагменты связаны с выполнениями наиболее важных технических операций. Ну и последнее, что я хотел бы резюмировать, чем я хотел бы завершить свой сегодняшний видеокурс. В качестве программного продукта, который использовался при создании данного стенда, мы использовали продукт Винсиси ОА. Почему мы рекомендуем именно этот продукт для решения задачи прослеживаемости? Потому что в рамках этого продукта, как мы уже успели убедиться, мы смогли решить абсолютно разнородные задачи. То есть мы с вами решили задачи уровня МЕС, то есть формирования суточно-сменного задания. Мы с вами решили задачу формирования технологического складского учета. Мы с вами решили задачу удаленного диспетчерского управления и контроля технологического процесса со стороны диспетчера как с помощью средств АСУТП, так с помощью средств видеомониторинга. И мы с вами решили задачу организации рабочих мест сборщиков непосредственно на сборочных постах, куда попадают все необходимые данные для выполнения сборщиками их действий согласно суточно сменному заданию. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это тот нюанс, что в данном стенде отсутствует контроллер. То есть с помощью VINCC-UA мы в дополнение к вышеперечисленным трем задачам еще смогли решить задачу, работая на низком уровне с оборудованием радиочастотной идентификации.